МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа КРИК. Криминал-комментарий в студии Иван Берещевский. Здравствуйте! Сегодня подведем итоги недели. Родился в рубашке, заклинивший пистолет, спас жизнь сектагинскому полицейскому. Сколько получил криминальный оружейник? С ножичком на перевес. За два преступления привлекли к уголовной ответственности жителя Эжва. Как он пустился во все тяжкие? Всевидящее око. Систему видеофиксации и поиска нарушителей в Сыктывкаре активно используют и ГИБДД, и судебные приставы. Кого ловят и строго ли наказывают? В крупной аварии с участием сразу четырех автомобилей унесла жизнь 50-летней женщины. Трагедия произошла вечером 8 апреля на трассе Ухта-Сосногорск. По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где в тот момент ехал грузовик. Оказалось, водитель иномарки был в сильном алкогольном опьянении. В обстоятельствах этой и других апрельских ДТП разбирался Антон Булаев. Это последствия страшной аварии, которая произошла вечером 8 апреля на окраине Ухты. Столкнули сразу четыре автомобиля. Удар был такой силы, что части кузова разлетелись на десяток метров. Предварительно столкновение спровоцировал 46-летний водитель Volkswagen. Совершая маневр обгона, движущийся впереди в попутном направлении автомашины, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В зоне действия дорожного знака обгон запрещен. В результате чего совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной КАМАЗ в составе с полуприцепом, который, уходя от столкновения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной ГАЗ. Далее водитель автомашины Volkswagen после столкновения с автомашиной КАМАЗ совершил столкновение с автомашиной МАН. Прибывшие медики констатировали смерть 50-летней женщины, которая в момент удара находилась на заднем пассажирском сидении Волги. Остальные участники аварии отделались незначительными ушибами, от госпитализации отказались. Предполагаемый виновник аварии прошел медицинское освидетельствование. Тест показал, в момент столкновения мужчина был сильно пьян. Теперь за ДТП, в котором погиб человек, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Еще одно столкновение с участием нетрезвого водителя на следующий день произошло в Сытовкаре. Водитель, 87-го года рождения, находясь в автомашине Ford Focus, двигаясь по улице Сысарское шоссе со стороны улицы Пушкина, в районе дома 54 по Сысарскому шоссе, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на дерево, слева по ходу движения автомашины. По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения, было установлено на месте дорожно-транспортного происшествия. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, пристегнутый ремень помог водителю избежать фатальных последствий. У 33-летнего мужчины были только ссадины головы. От госпитализации он отказался. Поврежденную машину полицейские отправили на штрафную автостоянку, а в отношении нарушителя составили протокол. Не только административная, но, возможно, и уголовная ответственность грозит другому участнику ДТП, которое произошло 8 апреля в самом центре столицы. К счастью, серьезно, ни сам отец, ни его 7-летний ребенок не пострадали, а делались лишь ушибами. После столкновения водитель электрического самоката набросился на шофера Опеля с кулаками и тут же отправил оппонента в нокаут. Очнулся потерпевший только в машине скорой помощи, которая доставила его в больницу. Подозреваемый признался полицейским. Хотел вместе с сыном покинуть место происшествия, но очевидцы инцидента ему не позволили. По факту дорожного происшествия проводится проверка. Верховный суд Коми вынес приговор 35-летнему жителю Сыктывкара Александру Габову за посягательство на жизнь полицейского, хранение оружия, изготовление боеприпасов, причинение насилия и оскорбление стражей порядка, публичные призывы к экстремистской деятельности, реабилитации нацизма. Габова арестовали в ноябре 2019 года после попытки застрелить Сыктывдинского полицейского прямо в дежурной части. Как пояснил свой дикий поступок фигурант громкого дела, расскажет Эдуард Бушуев. Утром 21 ноября в Сыктывдинскую полицию позвонила жительница райцентра с жалобой на бывшего мужа своей дочери Александра Габова. На вполне обыденный семейный конфликт отправили дежурный наряд. Бывший супруг вел себя агрессивно, пытался ворваться через закрытую дверь к ней в квартиру, и она опасалась за свою жизнь. На момент прибытия сотрудников патрульно-постовой службы правонарушителя на месте уже не было. В ходе осмотра прилегающей территории полицейскими был замечен мужчина, который был схож по приметам. Он был задержан. Поскольку, как выяснилось позже, задержанный правонарушитель был вооружен, есть все основания полагать, что сотрудники полиции помогли избежать самых трагических последствий для его бывшей супруги. Впрочем, насколько опасным может быть семейный дебошир, полицейские во время его сопровождения в райотдел еще не подозревали. Первый тревожный сигнал дала сработавшая рамка металлоискателя. В рюкзаке Александра Габова сторожи порядка обнаружили штык-нож к автомату Калашникова. Решили провести тщательный досмотр его вещей в помещении для административно задержанных лиц. Пригласили понятых. Но появление в руках мужчины пистолета для всех стало полной неожиданностью. Он внезапно достал из висевшей у него на груди сумочки пистолет, заряженный боевыми патронами ТТ, направив его в сторону сотрудника полиции, который производил водосмотр. Получается, он нажал на спусковой крючок пистолета, но выстрел не произошел, потому что затвор пистолета заклинило. Тогда он снова попытался ввести его в боевое состояние, попытавшись перезарядить данный затвор. Но уже его действия были пресечены сотрудниками полиции. При этом мужчина продолжал сопротивляться, оскорблял полицейских и одного ударил ногой. Дебоширу угомонили и посадили в камеру. В его вещах нашли еще одну заряженную обойму и два кастета. 42 патрона кустарного производства изъяли позже во время обыска в его квартире. Было обнаружено и 163 грамма обычного охотничьего пороха. По заключению экспертов, самодельные боеприпасы были вполне годны для стрельбы. Подсудимый занимался деятельностью по сдаче в аренду посуточных квартир и по его показаниям данным, опять же на предварительном следствии, данный пистолет он обнаружил после съезда с одной из квартир очередных жильцов. Данный пистолет снаряжен двумя магазинами с патронами. После обнаружения пистолета решил пополнить, так скажем, боезапас посредством сети интернет, обнаружил источники приобретения отдельных деталей патронов промышленного производства, а именно гильз, пуль, пороха. Для этого приобрел необходимое приспособление, самостоятельно изготовил патроны, которые, по заключению эксперта, признаны боевыми. Кроме основных эпизодов следствия, вменил Александру Габову еще два обвинения. На своей страничке в социальной сети он не только публично призывал к экстремистской деятельности, но и отрицал факты геноцида евреев в годы Второй мировой войны, что относится к реабилитации нацизма и непризнанию фактов, установленных международным военным трибуналом. Оказался Габов и приверженцем идеи запрещенной в России экстремистской организации СССР, которая считает нелегитимными органы государственной власти, в том числе правоохранительные структуры. Напомним, один из ее видных региональных представителей, Александр Тюрнин, напал на сахтовдинских автоинспекторов с ножом в 2017 году. Я председатель ТГБ Коми-СССР. Хорошо. Хорошо. Я имею право любое оружие против вас применить. Вы усмотрите, сколько вас. Хорошо. Все, Сань, давай. Вы будете предоставлять документы нам? Не будете? Давай, открывай машину. Если вы откроете, я сейчас... Хорошо. Тихо, тихо. Опа. Нож, нож, нож. Нож, никсируй, никсируй. Он никуда не ушел. За это и другие преступления Тюрнина на 4 года отправили в колонию общего режима. Он не успокоился и в итоге только добавил себе срок. Александр Гавов на следствии тоже отрицал свою вину. Заявил, что был в шоковом состоянии, якобы ничего не помнит. Во время процесса вообще не захотел давать показания. Верховный суд Коми признал его виновным посягательстве на жизнь полицейского и другие преступления. Итог. 16 лет лишения свободы, 5 из которых он проведет в тюрьме, а остальные в колонии строгого режима. Штраф в 370 тысяч рублей, полтора года ограничения свободы и запрет в течение двух с половиной лет заниматься администрированием интернет-сайтов. Приговор еще не вступил. В законную силу. В Сыктывкаре продолжается операция штраф. Судебные приставы совместно с сотрудниками госавтоинспекции дежурят на главных дорожных артериях города. В поисках должников правоохранительным помогают системы видеофиксации «Умный город» и «Поток плюс». С апреля система заработала в полную силу. О том, как программы вычисляют нарушители, расскажет Евгений Кладкевич. Системы «Умный город» и «Поток плюс» это огромная сеть видеокамер, в объективы которых попадает почти каждый уголок Сыктывкара и его окрестности. Как и все правоохранительные структуры, Федеральная служба судебных приставов имеет доступ к системе. Передовые технологии – большое подспорье в работе. Непосредственно выявление должников по различным видам исполнительных производств, в том числе и кредиты, и коммунальные платежи, ущербы от преступлений и алименты. Как только в объектив камеры «Умной системы» попадает транспорт должника, автоматически срабатывает сигнал. Оператор передает данные автомобиля на передвижной пост. Сотрудники ГИБДД останавливают нужную машину, после чего к работе подключаются судебные приставы. Будьте добры, документики, водительская связь со страховой полис. Рейдовыми прядками ходят на гору «Умкара». Так, не материтесь, не материтесь. А что он снимает-то? Ведется аудио-видеозапись. А это мое разрешение где? Это репортеры, это репортеры. Они имеют право снимать на улице. А пускай, что он снимает? По данным служителей Фемиды, этот мужчина имеет внушительную задолженность – около 5 миллионов рублей. Ему вручают повестку для явки к судебному приставу, который занимается его производством, затем отпускают. Мне сказали, будешь платить за адвоката. Я говорю, я же написал, у меня есть документы, где я написал, что отказываюсь от клуба адвоката. А мне все равно дали. То есть вы должны заплатить за адвоката? Ну, адвоката, что дежурного сажают, государство дает, что статья тяжелая, и вот из-за этого потом они здесь вот так вот мудрят все. А много? Большую сумму просят? Ну, тут у меня сумма там вот большая. Сколько? Не знаю, сколько. 13 тысяч. Да, да, 13 тысяч. Этот мужчина знает о своих долгах и реагирует на вручение повестки сдержанно. Должники, наверное, растеряно немного, потому что они не были готовы к тому, что их на дороге остановят приставы и проверят их долги. Реагируют люди по-разному. Кто-то спокойно, кто-то даже сразу платит, потому что не знает о своих долгах. Ну, кто-то нервничает. Агрессивно никто себя не ведет? Ну, нет. Люди в основном себя сдерживают, конечно. Похожие рейды с использованием системы «Умный город» на прошлой неделе прошли также в Сыктывдинском и Сысельском районах. За пять дней правоохранители выявили более 50 неплательщиков. На 8 машин служителей Фемида наложили арест. Около 100 тысяч рублей силовики взыскали с должников прямо на месте. Полез на десантуру. В Эшве завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который с помощью ножа совершил два преступления. Причем причастность агрессивного Эшвинца к первому вооруженному нападению правоохранители установили через второе. Что толкнуло рецидивиста взяться за боевой клинок, знает Михаил Олипченков. В ночь на 3 августа прошлого года в экстренную службу 112 поступил сигнал. В районе Эшвинского микрорайона строитель на земле истекает кровью молодой человек. Прибывшая скорая помощь обнаружила у парня множественные колото-резанные раны. Он пояснил, что от печал праздника шел по улице, увидел двух молодых людей. Подошел к ним, попросил закурить сигарету. Молодые люди ему отказали. Потом в ходе разговора начался у них словесный конфликт. В ходе словесного конфликта один из молодых людей выхватил нож из кармана и нанес ему многочисленные ножевые ранения, отчего молодой человек упал на землю. Ночная потасовка разбудила жителей домов, которые из открытых окон грозили вызвать полицию. Крики очевидцев испугали парней и они решили убежать. Потерпевшего, к слову бывшего десантника, доставили в больницу. Там он написал заявление на одного из нападавших парней. Оперативникам не пришлось долго разыскивать подозреваемого. Вскоре в полицию обратился еще один эжвенец и сообщил, что на него напал парень, приставил горлу нож и отобрал тысячу рублей. Мужчина, который поясняет, что возле банка к нему ранее малознакомый подошел человек, назвал, скажем так, имя. Мы уже потом в ходе общения показали фотографии некоторых интересных персонажей для нас, которые склонны к таким преступлениям с аналогичным именем, и где он указал на него. Под подозрение попал безработный, ранее неоднократно судимый житель Эжвы. Во время задержания рецидивист выбросил нож, с которым ранее никогда не расставался. Но оперативники нашли орудие преступления. Задержанного опознали и пострадавший десантник, и жертва разбойного нападения. Эжвенец пояснил, все преступления он совершил исключительно под воздействием алкоголя. Теперь за пьяные подвиги ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Это Эдуард Бушуев. До встречи в эфире.